У вас вопрос? Да. Пожалуйста. Замечательный анализ. Нет, нет, я никаким анализом не занимался. Я оценки давал. Оценки. Вот вы поймите, что это не анализ. Я понимаю. Это оценка. А нам нужно открыть стенки, выйти за стенки. Каждый должен в этом процессе быть участвован. Как это сделать? Мы все являемся частями этого мироздания. Спорить об этом нечего. Правда? И поэтому умение включить свою собственную структуру к Отцу Творцу, открывающую сеть информационную. Вот это участие. Личное участие дает нам в жизни счастье. И это тоже... Отвечаю на ваш вопрос. Это обман. Почему? Вам сказали, что вы лично... Это что такое? Это и есть либерализм. Это и есть эгоизм. Это и есть гедонизм. Это и есть права человека. И вы думаете, что вы лично что-то сделаете? Нет. Только начальство. Все. А теперь я у конца предначального хаоса. Дело в том, что вы сказали, начало конца. Написано, где конец, там и начало. И у меня по этому поводу есть четкая мысль. В себе открыть, подождите. Куда вы с вашей мыслью пойдете? Вы сюда пришли? В себя приедем. Ну вот и делайте с собой, что хотите. И вот каждый приходит в себя. Каждый за себя это либералист. Да при чем здесь название? Вдумайтесь. Творчество. Творец нам дал структуру сети. Вот русское слово. Себя по сети. Компьютерные сети работают. А информационная сеть наша внутренняя молчит. Как много слов звучит. А сердце и душа молчит. И вот уже весь мир кричит. Лишь в образе найдем мужчину. Только он нас защитит. Я прошел по этой дороге. С самого-самого дна. Если правде святой, мир дорогу найти не умеет, честь безумцу, который намерет человечество сон золотой. Это вы. Это не сон. Это не сон. Ну давайте мы не будем... Спасибо. Вы понимаете, спасибо большое. Я спросил вопросы пока. Давайте мы... Пока вопросы. Пока вопросы. Можно вот доказать? Где от этой такой оценки мрака, где свет? Вот вопрос, пожалуйста. Где кто? Свет. Есть луч света в темном царстве. Да, друзья мои. Есть луч света в темном царстве. Ну как же я же сказал, как это называется? Стратегии непрямых действий. Это что такое? Стратегии непрямых действий. И это и есть военная хитрость. Она же стратагема. Вот до тех пор, пока каждый будет в сердце любить, 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 еще смиряться, терпеть и каяться, значит, прямо на кладбище там и спокойно, да, там ничего, значит, могилы стоят там, значит, там покой. Вот туда вечный покой. Поэтому, значит, чем надо заниматься? Если нет сил на удар, если огонь надо вести по себе же, потому что где эти, собственно говоря, ну вот силы-то, которые раньше назывались враги народа? Значит, по себе надо вести одно. Поэтому, что остается? Остается маневр. А маневр это и есть мягкая сила. Агневрная-то мягкая сила, в телевизоре ее нету. Там брятся не оружие. Там рассказ о том, что у нас какие-то есть, значит, ядерные силы. А что эти ядерные силы в 69-м году, когда СССР был на два порядка или на три порядка в ядерном оружии сильнее Китая, они что, остановили китайцев? А Даманского же на школе. Нет? Что эти ядерные силы остановят, понимаешь ли, черный интенсионал? Ну-ну. Поэтому ситуация какая? Где мягкая сила? Так этой мягкой силы, собственно говоря, там, где принимается решение, нету. А где она есть? Вот, не в политике. Пять книжек уже издали. Пяти книжек целые. Но никому не нужно. Никому не нужно. Почему? В своем отечестве пророка нет. Светлые. Значит, как это называется? Луч света. Вот. Значит, в темном царстве я вам рассказываю про мягкую силу. Мягкая сила где? Собственно говоря, она, и там, если говорить так это, с пророками, то это новое небо и новые земля, на которых обитает правда. А как к этому? Значит, а у них что? А у них трансгуманизм. Атлантизм, трансгуманизм, а евразийство, оно должно прийти к новому небу и новой земле, где обитает правда. Это исхотало его, и это конец. Это последнее слово судьбы. И как к нему прийти? Ну, во-первых, не проиграть битву конца. Я же вам говорю, папа еще в 14-м году сказал, что третья мировая война началась. Сейчас, конечно, Рождеству сказал, что слушайте, ну, уже и, может быть, там уже Рождеству, которая будет в следующем году, уже совсем, мир будет совсем другой, иной. Так вот, задача сейчас стоит, не размазывать, значит, мамную кашу по краям тарелки, а чего-то делать, понимаешь ли, с маневром. Куда маневр? И мы говорим, куда маневр. Надо под китайцев идти. Почему? Да потому, что китайцы, они не западная цивилизация. У них совокупная мощь. В этих отношениях, не, нельзя, нельзя, нельзя. Китай, ой, ни в коем случае. А можно устроить отношения наставник, покровитель. Китайцы покровители, а Русь православная наставник. Где? Так в том самом, так сказать, концептуальном, концептуальном, значит, захвате будущего. Китайцы не знают, как это делать. Они ищут. Они два раза встречались с императором, встречался с патриархом. Патриарх, понимаешь ли, самовар подарил. Ну, сакральный предмет. Ну, типа сам Борис. Ну, ситуация какая? Он намекал на чайный год. Он, собственно говоря, значит, сделал-то явный символ, символический подарок. Но этот подарок-то не дух, этот подарок-то тело. А нужен-то дух. Поэтому речь идет о стяжании дух. А нам что рассказывают? Вот там, туда-сюда, честь безумца, который навеет человечеством форму. Вопросы? Друзья мои, только вопросы, я прошу пока. Вопросы можно? Да, пожалуйста. У меня вот первое пожелание. Говорить про ислам, я тему на занятиях в этом книге уже сдал не единство. Дело в ночь, что Сирия, Сирия в ислам принесла направление Мухаммадия. Это долго рассказывать, это несколько часов надо дать рассказать, что Мухаммадия очень кратко, это светское преподношение исламу, в отличие от Атардоаксадева. Поэтому у меня пожелание для руководства школы в следующем году добиться лекций одной или двой, что такое Мухаммадия, и именно почему многие мусульманские страны направляют своих фанатиков, чтобы изничтожить Сирию в конец. Именно за то, что Сирия является основоположником Мухаммадия. Что такое Мухаммадия в наши дни, объясню очень коротко, кратко очень. Это Татарстан при Митимире-Шамиве, он взял нежные, мягкие руки, но сильные, за счет именно Мухаммадия. У нас просто в стране об этом нигде не говорилось. Вот. А второе, лучше всего это в стране. Советский бюрократический термин. Нет ничего долгосрочнее, чем временная постройка. Я веду ответ по поводу нашего временного пребывания, без базы даже, на Сирии. Ну, временная постройка. Временная. Можно там разогреть. И вопрос вот какой. Только в одной газете, по моим сведениям, в этом году летом, газета называется «Аргументы, факты и недели», была статья, которую никто в нашей прессе и за рубежом не заметил. Как бы абсолютно а статья очень интересная, что Николай II вкупе с императором Поднебесной в 13-м году отдали на время хранения США золотишко, китайское и свое. После этого можно было начинать Первую мировую войну. Что бы и случилось? Золото до сих пор не врученном России, как и в Китае. Вам вопрос какой? Будет ли рассмотреться статьи в школе в следующем году? Спасибо. Это все опять ложные цели, засады и ловушки концептуальные. Вот, давайте золото искать туда-сюда то-то-то-то-то-то-то-то-то. Значит, в нашем Богу Храним Отечестве неукрадено золото, то, которое в земле разведанный запас. Его, если признать, что оно разведанный запас, а в Европе как есть. Значит, так вот, его достаточно до того, чтобы входить в этот новый валютный мир, достойно даже не разбираясь о том, куда делось золото партии. Чего же забыли про золото партии? А это чье золото? Это золото Коминтерна. Кто его там соответственно там руководил? Почему значит Хоникера бросили? Предали? Потому что Хоникер остался распорядителем этого Коминтерна скрыва золота. Чего об этом не спрашивать? Это все ловушки. Это все эти самые ложные цели. Значит да Ротшида там и же с ними свезли в Китай металлического золота там говорят по расчетам на 30 тысяч тонн. Им хватит для того чтобы делать учетную единицу на чрезунцы. Если речь идет о том что мы вместе с драконами с большевиками леньцами тогда они признают то золото которое не украли которое находится в значит в зерну разведанной запаса и соответственно замечательно все пересчитают из нуля и в унции. Вот может быть стоит покинуть свое отечество чтобы стать пророком. Он нам здесь живой нужен. Но значит я вам скажу что как там кто-нибудь скажет вон или в Париже там обязательно все прислушаются. Вот должен вам сказать что поменять это невозможно. Потом идут холопы холопы ну копей шотник вот они там это неважно без палец. Совершенно без палец. Поэтому наболевшие понятно. Вопрос еще есть? Да пожалуйста. Андрей Игоревич относительно пути победы. Мы если мы выбираем маневр для маневра нужно время и пространство. Два основных таких время и пространство. Пространство четко не определено. времени нет. Как сманеврировать в Лифте? Да. Значит этот вопрос я пытался рассказать бывшим начальник генерального штаба в Уевскому позавчера на аналитическом каком-то форуме значит что время которое значит в головах у людей европейского образования это длительность ньютонс соответственно значит стратегии в европейском уме это клаузерс клаузерс это норм норм длительность ну если говорить по военному то значит стратегическое развертывание мобилизационное развертывание оперативное развертывание ближайшие задачи последующие задачи направления дальнейших действий победа так вот это нам в той ситуации в которой мы находимся совершенно бесполезно почему потому что в этом в нормировании длительности мы уже опоздали на себя поэтому значит а вот не политика это же доктринное время а мы про какое время говорим а мы говорим про время в которое порядок следов это самые переменные в цифре а что такое это это время которое у другого стратегия это у Суньзу был такой значит древний китайский стратег Суньзу там время там переменные поэтому значит что такое переменные если длительность это вот значит прогресс то переменные это место в очереди место в очереди вот представьте себе раздача где-то стоит очередь она может стоять очень долго длительность а кто-то подходит и значит раз вне очереди потом подошли какие-то ветераны раз ты последний пришел уже все разобрали поэтому речь идет о том что если планировать по окнам возможностей то есть ловить эти самые кайросы тогда можно совершенно спокойно эту самую год хитрости в свою пользу по окнам возможностей значит что касается пространства ну пространство ситуация какая значит если китайцы значит с американцами разделились а мы где значит так нужно найти это место третьего значит и оно в общем-то достаточно хорошо просматривается значит кто там останется в игроках к 25-му году атлантисты это новый вывел дальше кто исламисты это новый халифат а мы могли бы что сделать новую орду мы же об этом сколько книжек написали а новая семья народа внезапно цивилизация главный принцип ответственность круговой пороги не там где мое это либерализм не там где наше ничье это то что не получил а там где свое это артель вот на эти это этот сами собственно говоря экономика доли вот куда надо идти принципы известны оперативные планы их можно написать ну кому их написать поскольку в своем отечестве пророка нет вещь совершенно бесполезна будет подсос можно писать оперативные планы а подсос будет почему потому что рассказ о том какие вы умные господа хорошие совершенно никого не убеждает и только обстоятельства непреодолимой силы форс-мажор это самая война и заставит вот где лучше свет в темном царе что такое обстоятельство непреодолимой силы так какого и небо тут бы молиться поститься и прочие дела вопрос может быть наивно или но такой простой вопрос а как вы тут дает трещик возможно ли в обозрим в годах так сказать два один два три такое всеобщая мобилизация значит у нас есть соратник Павел Свиридов он лет десять назад написал книжку он там служил где-то в администрации президента Ельцин и называется миф эпохи удаления у него там есть такая мысль что потерянные поколения перед второй мировой войны беспризорники они и родили тот самый дух там Александра Матросова но они и погибли там смертью храмов так вот это самое значит поколение гаджетов это нынешние беспризорники да они вполне пускать и окажутся в этих маршевых ротах вот которыми будут затыкать дыры на значит южном направлении потому что если вдруг террористы международные начнут наступление из Афганистана по степи гират мары там нет ничего закрыть эту дыру нечем только значит ядерное оружие бросать или мобилизовывать маршевые роты и гнать туда в окку так что может быть об этом папа Римский сказал и это может быть уже близко это папа Римский сказал еще вопросы есть вопросы Андрей Петрович благодарю за блестящее как обычно глубокое выступление скажи пожалуйста папа Римский когда говорил о том что возможно мы не будем встречать Рождество и скорее всего так оно и будет может быть как человек глубокий имел ввиду что у нас будет другое другое китайское название Рождества я понимаю например другое название я думаю что папа имел ввиду что мир уже будет другой то есть в том виде как сейчас встречается Рождество вот это значит у нас Новый Год все там лампочки таких вроде как уже нефтяра совсем подешевела а лампочки горят вот это видимо уже отойдет и второй вопрос а как встречали скромный 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 очень точно и второй вопрос исходящий из этого как ты оцениваешь перспективы восстановления Ватикана как так самостоятельного центра силы в том числе финансовой империи я думаю что Ватикан это не нужно в открытую а в закрытую он и так все играет Ватикан же концептуальный центр для черного интернационала поэтому зачем ему светиться совсем не нужно совсем не нужно Ватикан игрок и от того что там значит его не видно ну и слава бог что не видно а Китай виден Китай не виден Китай почти не виден а кто видит а вот кто брятцы то ружен полетели спасибо еще вопросы есть не вопрос знаете к вашему выступлению прислечала такая мысль что Калифат это влекция так сказать обслуживающими или формообразующими фактором экономического поиска шелководителей да но если на самом деле это же террористическая организация ну такая очень простая правильная мысль как может террористическая я же вам рассказываю черные террористы будут все уничтожены это сказал наш ГУЛКР зачем там летают эти бомбардировщики они их все уничтожат террористы и вдруг выяснится что политическое регулярное а значит наши братья исламские значит мусульмане вот откроются мечети значит крестным ходом пойдем понимаешь из храма Христа спаситель в соборную мечеть потом в синагогу гармон да но ведь террористическая организация является прокси армией Израиля это кто вам сказал ну это является консенсусом альтернативной в России тоже казак-серил ну значит я вам скажу что я вам скажу что пропаганда она ведь не для того что вам истинно в последней станции рассказывать надо хорошо показывать за ИГИЛом кто за ИГИЛом кто ну не сионисты а не сионисты конечно радостные ну наконец-то зато за десятилетия идет война без них ну представьте ну ну это какая радость ну раз без них идет ну а что они виноваты ну почему аль-багдази глава ИГИЛа это агент Массада Шимон Элли а у него что есть удостоверение установленной формы что он агент Массада это не моя информация это договор с французской разведкой я не согласна а вы с французской разведкой прям так вот не разговариваете я с французской разведкой прямо не разговариваю но я видела документальный доклад засада легенда все что касается разведки это одни легенды прикрытия ничего там в разведке вам не скажут никогда то есть вы не согласны с этим фактом причем тут я согласен не согласен я не считаю что это я не считаю что это факт а то есть вы не согласны нет вопрос не о том что я согласен я мог бы согласен быть с чем а поскольку это домыслы реакционных ученых или я не знаю кого пальцем покажут на разведку французскую да вот это ну извините это конечно очень это вот журналисты там вот там массаж где вы видели значит что массаж пришел сказал вот у меня бирк я массаж вот я все это сделал ну где разведки занимаются тайными операциями они эти тайные операции прикрываются легендой прикрытия вы значит публика смотрите через телевизор легенды прикрытия ну кто же вам про тайные операции будет в телевизор рассказывать а хорошо ну еще можно добавить этот факт а вот если все обезглавливания осуществленные террористами ИГИЛ они были смяты частные компании которые находятся в Вашингтоне прямо связаны с МОСАДом так называемый сайт и руководим мы двумя аргентами МОСАДО все эти видео были сняты в комнате на зеленого экрана вырезаны потом поставлены на зеленый иззак ну где-то надо снимать ну подожди ну ситуация какая ну вот надо сделать картинку для телевизора ну и надо где-то снять ну МОСАД прямо сделал для ИГИЛ ну кто вам сказал что это МОСАД ну что дверки везде МОСАД МОСАД кому известно что вот женщина это канцер который ведет канцер который руководит этой компании безвестный факт что он агент МОСАД он выходит на публику с наклеенным носом это всем известно а видео снимал внук одного из членов правления антидефинационной лиги Америки Берилман если 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 вы хотите от меня услышать то конечно МОСАД в какой-то части это щит и меч концептуальщика каббалистов но в этом-то и сомневаться не приходится что вы а дальше чего хотите сказать хорошо а Израиль это вообще не государство это Балерий Балерий израиль 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 потому что им-то больше всего и достанется куда бедным значит евреям отходить вот Крым для них подготовили куда им деваться вот это все это же будет выдавливать хорошо а вы видели последние карты халифата вы видели что туда входит вообще ну я завтра нарисую карту еще красивее друзья да 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 еще еще но ответ такой ну как же вы не услышали халифату блин халифат будет вы не можете халифат отменить сколько ни ваше сердце будет агентом ваше агентом агентом вообще-то китайский шпион ну я вообще-то китайский шпион ну ну я тоже сделал замечание я тоже сделал замечание да 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 лаврентий палыч берия я я Но на это я вам отвечу совершенно точно. Лаврентий Павлович Белевик. Вы работали на МОСАД. Но это же педагог. Какие же детали? Человек говорит, что у нас будет кирп, кирпичный агент. Ну вы уже что сказать, давайте я вам отвечу. Во-первых, я не МОСАД, не агент МОСАД, а китайский шпион. Ну, понимаете, я иврит и не знаю. Ну как я могу быть агентом МОСАД, если я там даже и нет у меня? А в Китае я был все время. Я китайский шпион. Ну как ты не услышишь, что я вообще за Китай? А вы почему-то услышишь, что я за евреи? Я, конечно, евреи, а что они? Значит, наши, значит, евреи, ну что же, их тоже, значит, куда-то надо определить. Значит, теперь я вам отвечу. Лаврентий Павел Сбериев, тот, который атомную бомбу сделал, он ведь по приговору суда был обвинен и умершнен, как японский шпион. Вы не знаете? Официальный документ. Так что, ну что же сделаешь? Ну, еще вопросы? Нет, секунду, давай. Вот помните, как метафизика называется? Ничто во Вселенной так медленно не растет, не развивается, как человеческое сознание. Можно по громче? Мягкая сила, идеалистический вопрос. Мягкая сила может разрушить планы планировщика. Вы верите в то, что когда проходит время, хваленные разведки, бьющие себя вглубь, потом оказываются такими тюферками, кодлые, целые, которые вот ни кшнифток? Вы верите в то, что найдется идеалист, идеальная мягкая сила, которую разрушили планы планировщика? Да, и это воля неба. И я вам скажу, значит, дух истины, глаголит через пророков. Это символ веры, вера к тому, что абсурдна. Значит, и истина просияет от земли, от пророков. И правда преклонится от неба. Это самая, значит, аналоговая синхронизация. С чем? Вот с этими, собственно говоря, приливами, отливами, с этими энергиями. Космического порядка. Правицы сказали, много их, там, десяток, наверное, можно найти, что, значит, в предконечные времена, значит, Россия преобразится, не будет никакого возрождения, будет преображение, преображение, и она станет маяком праведного устройства порядка. Я говорю, какое? Да вот это свое, вот это артель, круговая порука, вместо мое и ничье. Вот что будет. Поэтому, значит, мы всем сердцем, всеми помыслами в политике про это и жужжим, глотки стучим, пишем. Ну, что сделаешь? Ну, непреодолимая сила, МОСАД, значит, НИ-6 и прочие, значит, организации, наверное, они нам, может, нам помогут? Я не знаю. Вот МОСАД, он враг или друг? Друг. Ну, раз у нас с Израилем нету этих самых, какого, визовых этих отношений, сейчас все сказали, езжайте отдыхать туда, в Израиль, значит, враг-то у нас Турция, а кто друг? МОСАД сбил, скорее всего, сажистый сеналет, дай бог, вот у вас сажают, у вас начали сведомлены, нет, это сусы, это, я и дали, режьте, режьте. Израиль строит сейчас, что мы строим сейчас... Мы нам хотим отдельно занять, что мы вам предоставим, что вам patched сведомлены, на самом деле. Как вы еще на свободе с собой сведомленные связи? Знаешь, это будет. Отлично. Спасибо большое. У нас вопросы сейчас, мы особо вопросы сейчас. Подождите, вопрос такой, простой. Вот эта женщина, она замечательна, у нее там в другом враги. Ну а где друзья-то? Почему? Не, ну вот скажите, где друзья, где наш союзник? Кто наш союзник? Почему? Масады меня не враги. Не, ну я не знаю, ну где союзники? Я валюсь за их друга. Ну тут пальцем покажите, кто союзник? Лукашенко плохой, Назарбаев плохой, а они единственные у нас там в этом самом, в экономическом союзе. Кто хороший? Это Дилма какая-то в Бразилии, так ее импичмен. Какая-то тетка была, значит, в Аргентине, так ее скинули. Где друзья? Китайцы говорят, ясное дело, вы же знаете, я только что рассказал. Ну где друзья? Поэтому я и говорю о маневре. Прежде всего хочется, значит, порадоваться, потому что хочу порадоваться, значит, вот на нашем предновогоднем утреннике, да, все время выступал Дед Мороз, значит, Александр Петрович, и появилась-таки Снегурочка. Посадите рядом! Наконец-то! Посадите рядом! Вопросы? У меня все-таки есть вопрос. Олег Петрович, значит, на меня не обидится, потому что он знает, с каким был бы его уважением и к нему отношусь. Значит, когда Андрей Петрович, иногда, значит, возник, когда он произносит тексты, значит, содержание которого мы только что выслушали, иногда возникает, сама собой всплывает фраза, и Иван Васильевич меняет профессию, когда главный герой говорит, когда вы говорите, мне кажется, что вы глядите. Значит, Андрей Петрович, мне так прост, чтобы, так сказать, говорить вещи, так сказать, похожие, так сказать, обрет. Андрей Петрович, значит, я хочу задать вам при всей вот при публике откровенный вопрос. Не являются ли же ваши книги и ваши тексты, значит, легенды прикрытия, и если так, то чья легенда прикрытия озвучивается? А что же легенду скажет? Ну, а тем не менее, задатый вопрос меня никто не мешает. И каков уровень осознанности бреда? Ну, друзья мои, книжки эти, пятикнижные, не в политике, это же методология, это же навигационная система. Там отсутствует, собственно говоря, замысел и проект, там их нет. Поэтому навигационная система, она доступная. Нравится – бери, не нравится – не бери. Значит, поэтому, что касается книг, не в политике, это методология. Потому что, ну что такое, мы объясняем, чем неополитика, значит, отличается от геополитики, и чем неополитика дополняет геополитику. И как геополитика с неополитикой могли бы замечательно вместе, значит, всю картину бы и собрать, и на земле, и от земли, и от неба, и через сердце. Поэтому, это методология. А чего там скрывается? Ну, вот, легенд прикрытий, значит, пророки сказали, что будет преображение. И мы радостным вместе с пророками. Дальше, значит, Евразийский союз. Ну, мы говорим, ну, а по кому строить-то? Вот мы показываем сумму волн разных периодов. Вот так эта волна и идет. Вот тут то-то, 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 то-то. Значит, Орда. Ну, не нравится Орда. Ну, не нравится или не нравится. А откуда списан-то? С доллара же там написано. Ну, с Ордос и Клором. Кто писал? Планировщик. Мы это и говорим. Планировщик кого? Мы тебя слышим. Вот что мы делаем. А можно? Вот по поводу планировщиков. В одном из ваших выступлений вы говорили о том, что выступил однажды, не так давно, сэр Роджерд, который описал три возможных сценария развития событий. Первый, тот, который выгоден Рокфеллером и нефтедоллару, это большая война. А второй, я не помню, как он назывался. Миллионный рефлот. И третий, да, Миллионный рефлот. Совершенно верно, Миллионный рефлот. И третий, это вот… Новый валютный мир. Да, новый валютный мир. Вот исходя из этих трех сценариев, вот на основании того, что сейчас мы видим, вот в конце этого года и начальство следующего, какой сценарий вы видите в наиболее воплощающемся в жизнь, или они все, получается? Потому что, получается, что американцы открыли свое нефтехранилище и продают нефть, значит, теперь на экспорт. Ну, это удавка ценой. Я пытаюсь понять, какой из этих сценариев сейчас вот в горше всего? Ну, значит, провокации с Египтом и с Турцией – это втягивание в американский сценарий третьей мировой войны оружейной. Значит, медленные реформы железом по стеклу – это то, что мы, значит, у себя делаем, потому что ничего не делается. А новый валютный мир – это туда, куда мы не идем, хотя нас приглашают. Провщик говорит, с китайцами, говорит, ну пошли же, ну! Это вот газета, не газета, а агент Синьхуа, ТАСУ полномочий заявит 17-го числа. Наш, значит, председатель правительства там замечательно чего-то там встречается, а ТАСУ полномочий заявит, говорит, у вас, значит, депрессия и серьезнейший стратегический тупик, вот, поэтому… А что с вами разговаривать? Можно вопрос? Да, 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 пожалуйста. Андрей Петрович, смотрите, исходя опять же из ваших текстов, мы все окна возможности 2014 года упустили. 15-го. Да, 15-го года упустили. Какие для вас будут реперные точки, которые по разведпризнакам будут говорить о том, упускает Россия окна возможности 2016 года или пользуется ими, потому что, ну, понятно, что с Турцией никакого мы красного халифата не признаем, а все как бы делается строго наоборот. Ну, мы же знаем, как в январе будет решен вопрос с политическим урегулированием. Дождемся, посмотрим. Значит, что касается окон возможности. У нас было три, что ли, статьи про окна возможности в связи с тем, что у бельярный, значит, Немцов это окно открыли. Да. И мы показывали этапы, по которым можно было бы вывернуться. И это был парад, значит, 9-го мая, парад китайский, значит, 3-го, мы говорим, делайте лучше 9-го сентября. И в ООН, ну, в ООН состоялось, наш главковерк там объявил про природоподобные технологии. Он объявил. Он объявил. Он объявил. Никто опять не услышал, но он объявил. У вас цифровой мир, а мы пойдем в аналоговые синхронизации. В аналоговые синхронизации как раз наша. Ну, вот о чем мы тут стучим глотку. Так что кое-что происходит. То есть, вы считаете, до 1-го февраля новое окно возможностей стало? Ну, дело в том, что вы, а что хотите, чтобы я вам сейчас за 2 минуты рассказал, так сказать, все окно возможностей? А кому я? А вы кто такой? Вы с этой информацией что будете делать? Ну, вот, значит, и любопытство. О, это самое. Мы, конечно, напишем про окно возможностей 16-го года. То есть, вот ситуация какая. Если это сумма волн разных периодов, то если вы хотя бы 3 волны видите, то у вас появляется пятно вероятности того, где вся Вселенная будет помогать. И тогда не надо упираться, а надо чуть-чуть сдвинуться, и появится, так сказать, результат там, где и не ожидать. Что такое окно возможностей? Это поймать каэр с счастливой службой. У вас уже право? Здесь товарищ не задавал. Сейчас, секунду, пожалуйста. Я вчера набрал в Яндексе флаг и гил. У меня открывается, значит, фильм. Там 200 мужчин-рабов в лавках гонят. Потом следует, заканчивается это все, и они во рву лежат. Это вот утка или это действительно там убивают кого-то? Ну, вы знаете, террористы, они же даже наши императора, либералы, как сам второго убили. Так и эти террористы убивают. Да. Ну, они-то кого убивают? С кем они борются? Ну, террористы, это же ужасная вещь. Что вы понимаете? Вы понимаете, что делать? Вот террорист с ножиком, он убивает, труп лежит. А бомбу сбросили, там труп валяется. Никто не показывает. А еще лучше даже дрон какой-то полетел, бах! И даже и человека не было, там уже эти трупы. Война – это трупы. Да, пожалуйста. Конкретно совершенно вопрос. Точно сказали, что волны… Во-первых, это слово «воля нить» дает. Так вот где эти волны в человеке? Они есть с кем? Значит, отвечаю очень просто. Китайская медицина построена на этих самых волнах. Потому что сердце стучит. И это тактовая частота, а на ней 35 частот модуляции от каждого органа. Поэтому китайская диагностика, китайцы, он снимает частоты модуляции. И это все находится в резонансе с космосом. А еще что вам рассказать? Русские волны есть? У вас, наверное, есть. Вы там расскажите всем. Что вы меня спросили? Вы меня спросили? Я ответил. Я скажу. Ну, вы там свою лекцию у вас читаете. Вопросы есть еще, друзья мои? Нету. Вопросов нету. Давайте мы все-таки поблагодарим. У нас время подходит к концу. Александр Горгиевич. А! Ну, не вопрос. Вопросов нет. Чуть премьи. Можно? Ну, по протоколу. Минуты две. Давай, быстро. Одну. Одну. Давай, Ярослав. Одну минуту. Давай. Назваться Востоком мало. Необходимо вложить обоснования. Вкидываю разведпризнаки и разведданные. Только что я пришел с семинара по холодному ядерному синтезу РУДН. Российский университет дружбы народов. И был официальный работник ФИАНА. Физический институт Академии наук. И там официально выиграл грант проект по холодному ядерному синтезу. А вторым докладом завершал год разработчик авиационных двигателей, которые работают над технологиями пятого поколения. И именно практики пришли к теоретикам и сказали, а пространство-то набито энергией, вся Вселенная создатель для нас накопил энергию, и отсюда идея, что вы все время произносите, но не договариваете, что концентрированным выражением политики является экономика, концентрированным выражением войны, политики, экономики, а чуть продолжим эту линию, концентрированным выражением экономики, что является наука. Без науки никогда не будет никакой экономики. И мягкая сила как раз заключается в том, что признать в Отечестве преимущество научной парадигмы и предложить всему миру войти в долю не через процент, не через продажу, а Россия может предложить новую парадигму, семья народов и войти, и дать эти технологии, и учесть долю России во всем будущем производящем продукте. – Ура! – Ура! – Ура! – Ура! – Я подобавлю, знаете, что это дело? – Значит, экономика все же не на науке находится, а на желудке. – А, значит, ну, извини, Ушко, ну, надо какие-то, ну, надо одежь какую-то, что-то такое. – Это промышленное, это промышленное. – Ну, кушать что-то, ну, это промышленное сельское хозяйство. – Промышленное сельское хозяйство уже стало. – А экономика, а глубже экономика что? – Бытие. – А бытие – это, философы сказали, это обмен веществ, энергией информации. – А поскольку до, сейчас у нас энергетическое общество об этом все и толкует, энергия, энергия, энергия. – Энергия – это есть время, мы в прошлый раз рассказывали. – А, значит, до этого было вещество, приплод, понимаешь ли, скота, урожай и так далее. – А постиндустриальное общество, когда энергии будет сколько хочешь, оно богатство будет в информации. – Информация – это что такое? – Это не знание, не мусор, а понимание. – А понимание – это и есть, когда мир невидимый станет видимым. – Поэтому ситуация какая? Ты упираешь на энергию? – Не на энергию, а то, что Россия, российская научная школа, ведущая, вот забалтывайте тему. Я все эти годы говорю о том, что наследники выходца Советского Союза обладают технологиями, которыми никто в мире не обладает. Мы впереди планеты всей находимся в фундаментальных исследованиях. И именно это и есть мягкая сила. И именно для чего вот на камеру это все рассказывают? Снизу информация, когда граждане, информация расходится, еще вчера не признавали холодный ядерный синтез, а сейчас уже нельзя не признать. Фиан уже этим занимается. И начнутся переметаться те, которые вчера говорили нету холодного ядерного синтеза, а сейчас обстоятельств с непреодолимой силой. Фиан признал. Фиан признал. Ура! А где спрос? А где спрос? Друзья мои, это очень позитивная информация. Давайте благодарим. Ну кто бы спорил, что люди, говорящие и думающие по-русски обладают не сравнимым преимуществом над англичанами и прочими аналитическими языками. Потому что они способны к парадоксальному мышлению. А парадоксальному мышлению – заведомая победа в новом небывалом. Поэтому у нас этих самых, понимаешь ли, прорывов всегда было сколько хочешь и будет сколько. Ура! Это и есть залог нашей победы. Еще раз ура! Эти прорывы мы всегда держались под задницей. Друзья мои, Владимир Петрович. Я в заключении хочу вас всех поблагодарить. Сегодня такая у нас хорошая школа была и даже правильно назвал Магомед. Наш замечательный. Было похоже на замечательный. Такой вот утренник, значит, наработник, вечерник с потрясающим Ден Морозом и с потрясающей совершенно с губочкой. И так они с такими симпатиями друг на друга смотрят и нам все это на самом деле понравилось. Я в заключении просто хочу еще раз вас всех поздравить и от имени Совета Школы, и от себя лично. Пожелаю 2016 году, чтобы год хитрой обезьяны, краски, он все-таки для нас прошел успешно. Чтобы мы спокойно встретили и на следующем ГВТ Рождество, и Новый год, и чтобы мы неоднократно встречались с нашим замечательным коллективом. Всего вам самого доброго. А вообще надо встречать Пасху, Троицу, Духову и День. Обязательно, да. И у Роза Байрама. Все, друзья, спасибо большое. Спасибо.